Всем привет, я Хамзет, архитектор Яндекс.Клауд. И сегодня мы с вами разберем, каким образом можно использовать серверис функции, бессерверные функции для того, чтобы писать данные в бессерверную же базу данных YDB в документном виде. Для этого мы создадим, естественно, базу данных, серверис YDB, в котором мы будем писать данные, которые будем получать из названия объекта, который мы будем класть в объектное хранилище S3. Естественно, это мы все дело будем осуществлять с помощью бессерверной функции. Давайте для начала, чтобы реализовать эту схему, создадим сервисную учетную запись, с помощью которой будут вызываться наши функции, будет запускаться наш триггер. Для этого мы пройдем в раздел управления сервисными аккаунтами, создадим новый сервисный аккаунт, дадим ему название, и после чего нам необходимо будет указать роли, которые будут доступны для этого сервисного аккаунта. Во-первых, это будет FunctionInfoker, по сути, роль, которая позволяет вызывать функции. Во-вторых, Lockbox SecretPayloadViewer. Эта роль позволяет обращаться к данным в рамках секрета, хранящегося в сервисе Lockbox. Кроме этого, для работы с сервисом YDB здесь нужны права пошире, поэтому здесь я указываю роль Editor. После того, как наша сервисная учетная запись была создана, нам нужно удостовериться, что все роли, которые необходимы, у нее уже есть, и пройти в управление конкретно этой записью и создать статическую пару ключей. Данная статическая пара ключей будет использоваться для того, чтобы наша функция, используя библиотеку BOTA3, то бишь AWS SDK, могла обращаться к сервис базе данных для того, чтобы писать, читать непосредственно данные. В нашем случае мы будем только писать. После того, как мы создали данную пару ключей и скопировали их содержимое, нам необходимо пройти в сервис Lockbox, в который нужно создать секрет, в рамках которого мы будем уже указывать все те самые ключи, которые мы скопировали только что. Не только вот эти два ключа, у нас еще будет третье поле. Но в первую очередь мы, естественно, вставляем здесь значение так называемого дефолтного региона, который будет иметь конкретное значение root.central.one, который будет использоваться для как раз-таки этой библиотеки BOTA3, для того, чтобы эта библиотека умела корректно обращаться к сервисам в рамках Яндекс.Клауд. Кроме этого, естественно, мы здесь указываем непосредственно сам секретный ключ и ID ключа. Естественно, название этих ключей, паре ключей, естественно, нам нужно указывать без дополнительных пробелов, так как они не будут корректно распознаны. Естественно, в значении этих ключей желательно тоже не указывать дополнительных пробелов, иначе эти значения будут некорректными, и мы не сможем успешно осуществлять запланированные операции. После того, как мы сохранили все ключи в секрете logbox, нам уже можно переключаться в сервис управления базами данных YDB, для чего мы можем просто в дашборте каталога набрать YDB, выбрать нужный сервис и создать базу данных. В первую очередь мы создаем саму базу данных, здесь надо убедиться, что она в режиме серверс, после чего нажать кнопку «Создать базу данных». Создание базы данных обычно занимает некоторое время, которое может очень сильно разниться, но после того, как база данных создалась, нам нужно зайти в окно ее свойств и сохранить отдельно ссылку, которая называется «Document API Endpoint». Этот endpoint мы будем использовать в качестве параметра для обращения к нашей базе данных из бессерверной функции. Кроме этого, в данной базе данных пока что нет никаких таблиц, поэтому нам необходимо создать конкретную таблицу, в которой мы будем писать уже наши записи. Таблицу здесь необходимо создавать в формате не строковая таблица, как у меня сейчас на экране, сейчас мы поменяем после того, как это дадим название, а документная таблица. После чего нам нужно указать структуру. В структуре у нас будет два поля, всего лишь ID и Name. По сути, мы будем формировать чисельное значение и брать название объекта, который будет погружаться в объектное хранилище. Все, наша таблица создана. Мы можем переходить к следующему этапу. Следующим этапом, так как мы выбрали в качестве источника данных объектное хранилище, естественно, здесь может быть любой другой источник данных, это могут быть запросы, отправляемые KPI Gateway, это могут быть запросы, появляющиеся в очереди сообщений и так далее. Но для простоты мы здесь выбрали такой пример, с помощью которого можно брать название объектов и записывать базу данных. Естественно, для того, чтобы мы могли эти объекты оттуда забирать, наши сервисные учетные записи, нужно дать права на то, чтобы был доступ к бакету для чтения записи. После того, как мы создали объект, объектное хранилище Bucket, мы можем создать уже непосредственно функцию. Опять же, все это делается через меню управления сервисами, задается корректное название. Естественно, его можно не задавать, но вам же будет проще. Выбирается язык программирования. И после того, как мы выбираем язык программирования, нажимаем создать, у нас появляется, по сути, окно редактирования, в которое я вставляю заранее подготовленный код. Здесь обратите внимание, есть переменные BucketName и ObjectKey. В данном случае мы будем использовать только ObjectKey. Но для примера, как можно вытаскивать данные из контекста вызова функции, обе строчки я здесь оставил. Естественно, здесь для того, чтобы читать данные из контекста, есть такая переменная, которая называется event, в рамках которой содержится прям такая структура данных, из которой мы постепенно, спуская все глубже и глубже, извлекаем конкретные поля BucketID и ObjectID. Кроме этого, после того, как мы извлекли ObjectID и PacketID, нам нужно установить связь с базой данных непосредственно в IDB. Для этого мы используем EndpointURL, который мы скопировали до этого. И с помощью библиотеки Boto3 создаем конкретный экземпляр подключения к этой базе. Кроме того, что нам нужно как-то к этой базе подключаться, нам нужно в эту базу что-то писать. В данном случае мы будем писать простенькую структуру JSON, которая будет соответствовать той схеме, которую мы задали при создании базы данных. То есть мы создадим структуру, в которой будет содержаться данный ID и name название. В качестве ID мы укажем, считайте, случайным образом генеренную последовательность чисел. И в качестве ObjectKey мы укажем, по сути, передадим в качестве параметра, название объекта, который загружается в объектное хранилище. Здесь стоит обратить внимание, для того, чтобы этот объект передавался дальше, у нас вызывается функция, которая называется PutItem, возвращается результат response, который мы, в принципе, потом возвращаем в виде результата исполнения всей функции. Далее в качестве параметра вызова этой функции мы указываем уже сервисную учетную запись и указываем секреты, которые мы до этого сохранили в виде секрета сервиса LogBox. Здесь также мы указываем регион, указывая название этого секрета. По сути, секреты у нас, после того, как они указываются в данном виде в параметрах функции, они во время исполнения этой функции доступны в виде переменных окружений. То есть они защищены, но получить доступ к ним изнутри функции довольно-таки просто. Естественно, здесь нам нужны будут все три значения, и дефолтный регион, и AccessKeyID, и AccessKeySecret для того, чтобы наше подключение BOTA3 смогло корректно отработать. После того, как мы указали все ключики, мы можем нажать кнопку «Сохранить изменения», убедившись, что у нас нет лишних пробелов. И после этого наша функция будет уже собрана для дальнейших запусков. Здесь стоит отметить еще один очень важный момент, с которым те люди, которые работают с Python, очень хорошо знакомы. Для того, чтобы подтянуть нужные библиотеки, в данном случае BOTA3, нужно еще сформировать файлик, который называется requirements.txt, и в нем прописать все необходимые библиотеки. Если забыли сделать это с самого начала, добавили потом, нам нужно, естественно, пересобрать функцию. То есть, в принципе, при нажатии «Сохранить изменения» у нас этот процесс пересборки произойдет автоматически. Процесс сборки в целом можно наблюдать в логах сборки. Если что-то пойдет не так, вы там увидите. У нас все прошло успешно, поэтому дальше мы можем пойти в раздел «Триггеры» и создать триггер типа Object Storage, дать ему для начала название, выбрать тип триггера, и далее выбрать тип событий. Мы опять же будем использовать здесь тип событий, появление нового объекта. Бакет у нас подставился автоматически. Если у вас будет их несколько, надо будет выбрать конкретно нужного вам. Кроме этого, естественно, нам надо будет указать сервисную учетную запись, с помощью которой мы этот триггер будем запускать, которая будет запускать функцию, и триггеры создаются довольно быстро. В данном случае вся наша цепочка, считайте, уже готова. И нам, в принципе, остается только ее проверить. Давайте сначала удостоверимся, что табличка, которую мы создали, пустая, что в ней нет данных. Вот у нас есть пустой результат. Все окей. После этого мы, в принципе, можем пройти в сервис Object Storage, выбрать нужный нам bucket, тот самый, который мы создавали в самом начале, и загрузить туда объект. Напомню, что в базу данных мы будем писать только название объекта, ну, плюс еще чисельное значение. То есть здесь объект у нас успешно загрузился, и для того, чтобы убедиться, что наша функция успешно отработала, нам нужно вернуться в раздел управления, сервис Cloud Functions, выбрать нашу функцию, пойти в раздел Logi и посмотреть, что у нас там происходит. По сути, последние три события — это Start, End и Report, отмеченные зелененькими, нет сообщений об ошибке, означает, что наша функция исполнилась корректно. Давайте проверим, насколько корректно она исполнилась. Для этого вернемся в сервис Manage2IDB, выберем опять нашу базу данных, выберем табличку, и убедимся, что в ней появилась новая запись. Запись действительно появилась, и под столбиком Name мы видим название нашего объекта, который мы загружали в объектное хранилище. Кроме этого, у нас есть значение ID. Надеюсь, данная информация для вас была полезной. Спасибо за внимание и всего доброго.